да это похоже на Швырялова мы хотели поехать к Эдгару в магазин снимать там у него но нам уже все собрали поэтому я не покажу как собираются наши кальяны потом покажу как разбираются так мы сейчас на складе нам освободили место так хранятся наши кальяны так хранятся другие кальяны 3 кальяны и коробки вот так хранятся и шланги так хранятся а это сборочный стол все вот отсюда вытаскивается уже заготовлено почти почти то есть мы штуки уже вот прям их остается только коробочку засунуть шланги тоже вот уже упакованная это кстати новые коробки наши прикольно так ну и в общем все у нас здесь под рукой коробка у нас готовая мы сейчас ее берем и едем на куэдрис садовая 84 садовая 84 мы едем на садовую 84 отвезем кальяны и я хочу посмотреть как они там расставлено и почему они там продаются гораздо лучше чем в некоторых сетевых магазинов которых много а в сети у эдгара всего наверное 33 сейчас точки посмотрим может быть там очень хорошо знает продукт товар продавец либо там выкладка какая-то короче сделаем такую типа ревизию магазина поехали короче ехать от черной речки до садовой 84 40 минут мы через весь город едем стали во все пробки ну и конечно же мы опаздываем но ничего страшного там не скучно едем даже без музыки хозяйственный магазин туалет комната для грязи баня смог короче я сейчас быстренько пробежимся потому что мы увидим сразу так это уже это мы делаем она съемная вот это кайф это мы тебе прям такую и делаем или ты сам доработал сам доработал это ваши первые круто 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 ну сейчас они уже разборные есть вот эту штуку это производитель какой-то киж нет а вот это что ладно и чё они тебя и просто подарили такую же она на золото надо закупить ее на какое-то количество табака чтобы тебе подарили такую штуку а b3 я думал по-другому пишется так и чё они и ударят просто так всем магазинам ну да пусть это промо было когда это баку это объем и вот они нам дали на каждый магазин по одной один мишка был жестоко убить при закрытии бухарестской видео скину жестко так кто живет здесь никто не живет это смог это магазин под фрэнди всегда мы можем налить водички животные наши покупатели либо не могут покормить своих питомцев здесь ты животное то можешь прийти сюда так чего тут есть магазине примерно уже видно обычная табачная штука но я недавно узнал что здесь типа больше больше ассортимент чем в обычных там сетевых магазинов и в этом есть типа отличие у тебя сколько вообще магазина сейчас два было три так на каких адресах садов 84 это центр это мы сейчас здесь да и звездной 5 корпус 1 прямо звездная у метро а третья была бухарестская 4 корпус 1 метро проспект славы тоже рядом с метро ну вот а там чем народу было мало и там народу было мало понятно мы с кайфом попурили кальян там хорошая локация хорошо так что здесь есть давайте по порядку идти обычный табак для кальянов потом газ насадки колбы это все понятно этот уголь так сейчас продают не этот старая партия будет берна по 20 грамм сколько понятно так дальше пошли флешки это электронные сигареты которые заправляются это одноразовые а вот снизу поды снизу поды поды это которые ты головку меняешь на карточку меняешь и заливаешь что-то просто жижу из этой самой так типа дешевле так дешевле получаешь на паре чем одноразку типа 1 5 на месяц уходишь окей на эти вкуснее насыщение возможен возможно есть очень вкусно жижка сок вот здесь находится да блин вот что ты перескакиваешь я по порядку хотел короче это уголь это уголь уголь сколько кстати уголь стоит в среднем 750 рублей но есть очень дешево года сколько у нас до стоит 530 50 прикольно прикольно бюджет на самом деле очень классный опыт молодцы ребята так это все дальше идут электронки электронки кронки электронки и это тоже все электронки почему эти такие страны смотри это аккумулятор а это карты же они всегда с ним под систему прикольно то что я себе ни разу не покупал электронки а нет я себе один раз купил электронку ну хорошо что не знаком с милоновым сейчас тебе загнал ай-яй-яй так идем дальше туда 5 то что это жижи это уже жижи цена и в чем прикол жиши вот ты говоришь эти будут сюда насыщение если просто электронки брать почему ну потому что тронки вата прям большая она пропитана насыщенная жидкостью в пользу есть паритель с небольшим хлопком не приманить на нам заливаем эту жижу основанных баке в пластиковом лежит но вот здесь есть сок раньше еще было очень насыщенные и сок супер точного вкус передачи куба жижки где-то классный вкус а почему рекомендуешь там типа мажать не больше или там надо мировой кино серьезно почему так вот ты приходишь тебя обычно говорят вот короче вся фигня вот эти бери короче маржа тут не прям сильно больше чем допустим тех же хаски конечно краски я прям слышу хаски это масс-маркет типа такой средний сегмент а сок это во-первых она очень мягкая курица не это хашек 3 лет искал точно после передачи планетом написано что вот прикольно вкусов здесь фруктовая грибийская пила на вдохе это клубника на выбросе это хмель так окей ладно короче самый нормальный жижи туда сок и хаски а еще больше я про хаски не говорю это сам нормальный с бюджета хаски башки это те же хаски просто ход а видны есть вот прям точно крутая вот прям маршер это сок самая крутая короче это самое где бы стоит 1 750 750 это рель это 30 миллилитров и сколько ее парить если делать если ты здесь на чашек день если тяжек день ну наверное на месяц всех хватит но самые за яручки они берут два в какой месяц вот прям парень без остановки каленку курить один раз стоит две тысячи в кафешке и что делать теперь свой кальян покупать покупать табак табак кстати ты считал что дешевле получается каленку ведь или эту саму или электрон каленку это обычно скопчего 2323 туда и туда и выйдет но если ты в соло паришь конечно дешевле так тут мы все посмотрели тут всякие жижки короче и так далее здесь идут головы на сколько их типов есть много серьезно на каждую свой на каждую свой и еще у каждой есть свое сопротивление допустим вещь испарительный нагрузка их тут четыре штуки у 4 06 308 я реально первый раз это слышу так да я знал что эти штуки были на вот раньше вы где знаешь три здоровые батарейки дам но я понял бариша совсем другое прочесть в том что он не влияет на напряжение которое здесь испарите на количество дыма на вкус и температуру так у каждой жижи вообще своя температура окей как-то подписывается не как ты подбираешь под какую-то жижу свое сопротивление дописка комфортно парить это с густотой связано как тоже хорошо чем гуще тем должно быть сопротивление больше потому что есть больше цифра типа 0 8 по самому по самую короче густую жижу надо 0 8 а 0 4 а 0 3 под самую жидкую же это два крайних значения или бывает один он это вообще лютая да не 1 наоборот единица есть еще 1 и 2 а это типа наоборот сопротивление максимальная значит мало только проходит понятно короче я думал там всего два-три типа оказывается короче на каждый этот самый у каждого системы свой разброс есть вообще вот они же у нас остался нет а вот там пасита 2 там уже вообще даже щелочь парить настолько мощность парить подходе что щелочь перевариваю так я думаю что это все солевуха а щелочь это то что мы раньше раньше вайбах было уже шарим которые переваривают хорошо я узнаю миникан я прям слышал про них и все хотели и я еще больше ничего не знаю вот смог я помню у меня как будто было было раньше вы смог все остальное вообще просто какие-то вупу вот его на тебя сейчас хорошо покупают вупу вот я тоже слышал все остальное хрен знает кто из них хорошие ну типа еще их типа берут ну типа топ который искал ты миникан и букву все короче остальное все на любителя скажем запросы покупателя так если смотреть на того сколько покупается кальянов и сколько покупается всей вот этой вот темы давайте скажи ну там процентов суммарно сто процентов сколько кальянов и сколько электрон к электронах вот этих всех все зависит от розничной точки конкретно здесь у нас наверное процентов 80 продукции и 20 кальяна к сожалению кальяны и аксессуары кальяна аксессуары табаки убили вот все такое дети приходят дети приходят иногда приходят с родителями страны от родительных но я скажешь ну когда здесь приходят они конечно откажешь а когда с родителями там да там начинается диалоги такие понятно они такие типа я своему ребенку хочу купить так всякие прибамбасы для кальянов сколько стоит сам дешевые щипцы да как самый дешевый нормальный такой средний сегмент это паленый блэйд ну конечно сколько касается по моде рублей 500 600 стоит ага окей колауда стоит по 450 обычно облака настоящий да конечно по касаю нет по 790 рублей а почему некоторые шкафы там вот я вижу тут жижи а некоторые жижи там почему ты их так разделил смотри конкретно вот этот магазин ну ты в целом и звезды тоже так есть пишет у звездочку это акционный стеллаж но это молния это акция а ни фига себе да это та продукция которую мы бы хотели я бы в жизни бы не догадался но для продавцов для удобства а и еще на самом деле есть такие красные ценники которые сигнализируют о том то что это варка скидки он почти по закупке идет так соответственно не сам популярной позиции они качественные хорошие но мы бы хотели продать чтобы закупить более нужно этого но по маржинальные оборачиваю раньше она понятно паба царами там платить боится он неплохо помогать или так все я понял тут короче акции очень написать акции чтобы люди сразу подходили нельзя самая провоцировать и тонированные стекла да это тоже закон на закрытый выкуп на сколько они должны быть тонированы это не пятерка это не пятерка это должно быть сильно темнее ну это наш опыт такой она наш первый стекл который мы тонировали следующий раз если будете открывать магазин никогда не покупайте стеллаж стеклами только деревянные двери это прям очень сложно ты можешь еще раз такой же пленка с другой стороны затронировать но да да при снова пленку щекли тоже вот на этот нет то пасти жестью вашим звездный самый было печально совершенно лажене сферическое не цилиндрическое типа не так сложно так что там внизу там куда табак до кодила этот табак раз продается с 2020 года макс наша золотая жила до в казани который делают да в общем суть в том то что вы были почему звался не пир это новый табак относите ну да я думал то же самое не совсем в общем да это баку с нами короче он плохо продается а почему его туда не засунуть ну как будто его стыдно что застали понятно прошу не вкусный а можем сейчас забить две чашечки выходим такой покурим вот самый ужасный мы нормально забьем да а второй какой-нибудь хороший потом сравним так я вижу дальше это чайные смеси пошли чайные смеси снюс табак 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 а теперь смотрим кальяна да почему-то не весь наш модельный ряд тут есть так я вижу шланги ты кстати где закупаешь шлангами закупаем из казани это софтач очень хороший пвх дума да называется компания компания называть сколько дискаунт они действовали все правильно шланга 350 рублей стоит это дешево это реально дешево так я вижу здесь два клапака чашки какие-то но они там наверно коробки от чашек которые на витрину выложены две сетки 300 рублей так как покупать мишу самом деле довольно популярный кальянс стал неожиданно для нас так хорошо разбирают вот так как собственно альфа так и миша ну только миша дешевле и типа его должны как бы почаще брать не да потому что есть бюджетная палка юкапа они по-моему нас там под 500 стоят их не берут меньше чем миша да это на миша кучу красиво симпатия и не сильно дороже конечно же в первую очередь у нас покупают на смолки осталось всего две модели потому что у нас разобрали их я слышал что нам привезли из коробки тащил так это ручка по тут этих штук одноразовый одна штука 125 рублей одна пачка 100 штук а пачки 100 штук то есть получается рубль 25 за одну но по одной не продаем продаем пачкой хотя есть много магазинов где по 5 рублей так классно сколько их продается ты уже сказал экскурсию сделать все у нас еще интересного есть к себе приходят люди ты им делаешь типа пути чуть попробовать курить массовый нет но вот постоянникам нашим мы новинки даем попробовать мы сели курить кальян почему-то какого-то хрена у себя не не мой кальян эти здесь мой кальян надо исправить что это надо исправить ну посмотрим твой комментарий посмотрим посмотрим короче будет так что мы делаем сейчас мы решили взять и покурить кальян потому что наша передача называется на чашечку мы приезжаем на чашечку к моим друзьям и курить чашечку он рассказывает чем занимается по жизни во жизни это занимается вообще магазинами кальянами тебе лет вообще мало мало да я помню ты краска сколько тебе лет я подумал что старше меня сколько тебе лет 23 года человек у меня три магазина ну один закрыл продану все равно у тебя предчас другая тема на которой насколько помню ты зарабатываешь больше чем с магазинов короче это выучил он прям такой человек ну примерно как я он может взять какую-то сложную вещь и в нее погрузиться на полгода или сколько там год на самом деле было быстрее год я заставлял себя погрузиться а погрузился я за полторы недели изучу короче ты выучил seo это короче боль всех предпринимателей которые ищут подрядчика по seo которые их короче но плохо работает ну типа кажется что он типа который вот эти сеошники все и все ненавидят потому что ты не можешь как-то пощупать ощутить вот это все там тебе говорят ну вот смотри вроде график вверх ползет а вроде бы продаж нет ты как-то не можешь привязать одну написанную статью к продажам ты не понимаешь как это считается и тебя это бесит как ты эти запросы обсуждаешь ну вот я говорю я не верю в твою услугу точно делаешь услуги по seo ты можешь сайт взять и кому-то сделать так что он будет просто выдачи сверху просто за счет того что ты напишешь текста туда правильно поставишь правильные теги также теги поставишь на картинке они будут мы кстати гуглили вот этот снюс первая картинка в гугле мы попали на магазин от смог причем через vpn сидели так что видать это либо редкая история либо ты просто очень хорошо там написал текстики всякие рассказывай почему ты начал этим заниматься скорее всего потому что все мерзавцы эти сеошники и ты решил все-таки выяснить сам чтобы тебя кто-то не это самое не нашутил на себя ты решил сам этим разобраться расскажи в чем там прикол в двух словах и что ты для себя такое открыл и в чем твои услуги в дальнейшем да ты будешь наверняка этим заниматься потому что даже я обратился уже такой типа давай там это пообсуждаем где у нас там пробелы давай чем чем вообще прям вкратце 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 во-первых я по-честному делаю аудит сайта на качественную услугу громче о таких вещах надо говорить громко так вот в первую очередь я делаю анализ самого сайта насколько он пригоден для села потому что многих сайт откровенно говоря сделан не очень некачественно и надо будет изначально подходить к архитектуре сайта том что села первую очередь играть архитектура сайта потом контент релевантный запросам и дальше уже много нюансов лет плане технический сайт очень сложно давай так спрошу одностраничный сайт его под сео никогда ну смотря что для чего вы используете если вы хотите интернет магазин у вас и конкурировать другими так как раз магазин это не одностраничный нет конечно я говорю про одностраничный вот он не подходит под все скорее всего нет потому что села этого масса страниц окей то есть у тебя должно быть много страничек на сайте на которых есть какие-то разные товары и тебя машины понимают так что типа так вот на этом сайте есть много всего разного про этого есть описание то есть ты ища какой-то продукт ты про него там почитал и вот как бы получил свой товар сделать целевое действие и такие сайты машины тянут вверх выдачи да но это с товарами если у тебя услуги оси услуги вот и рассказываешь кейсы грубо говоря как эту услугу это делаешь оказываешь я обязательно ведешь блок вот сайт с услугами так обязательно должен иметь блок наш блог будет его тянуть вверх мы сейчас у себя например для товар есть свои фишки блок тоже хорошо вот мы сейчас у себя запустили топы и у нас я честно последние три недели вообще кроме топов ничего не делал 3 недели назад сделал топы на сайт x2 выстрелил помнишь я прошлый раз я показывал наш я видел я первый раз видел чтобы сеошник что-то показывал говорит ну смотри там просто два года вот так идет график потом такой вот я такой вот начал пацан работать нормально что ты шаришь в этом так скриншот сделаем чтобы не быть голословным я не знаю как я там сейчас но две недели назад и приезжал ко мне в гости с бургеном а бурген вы помните из серии номер один на чашечку у него компания о минимализм и они друзья так так совпало просто для это же не семей когда я узнал что он обожает твой бренд и такой это плохой бренд мы стали спорить так но расскажу изначально у алексея были наносмолки без промодуля кто не знает что такое промодуль короче у меня были кальяны просто вот такая коробка из оргстекла в которую вставляется силиконовая чашка через 10 минут через 25 минут вода становится теплая и это нам всем не нравилось ну кроме этого было сколько он стоит сейчас в розницу здесь 2500 со шлангом эскалаудом без калауна шланг и вот так история создания этого кальяна у меня был кальян премиум за за 20000 рублей китайцы взяли скопировали его сделали его за 3 мы решили взять и этих китайцев просто по по полностью в общем осадить и сделать копию копии мы сделали в таких же размерах как китайский копию своей же копии да и в общем этот колен сделать нормальных материалов у него нормальный шланг и он нормально курица то что в китае там ну совсем кошмар шланг воняет просто ты его нюхаешь его вон серый пахнет чашка серый пак то есть вот скорее всего вредно курить вот и вот этот кальян он продается в ларьках продается в магазинах как самый дешевый кальян это самый дешевый кальян здесь на данный момент да самый дешевый кальян колен и палки какие-то там раньше там выскакивали дать дешево и без колбы они без колбы во-первых во-вторых за последние два года металл сильно подорожал и поэтому они проигрывают теперь кстати мы теперь металл сами точен и компания на нас мог полностью обеспечивать не знаю когда выйдет видео но мы полностью обеспечиваем себя металлом большое спасибо компании альфа куба которая помогала нам все эти годы с металлическими шахтами у нас они просто изумительного качества ну а теперь уже вниз по качеству нырять нельзя потому что нам надо либо также либо лучше не знаю получится лучше но уже месяца полтора мы делаем шахты сами вот и все наши новые кальяна я передам тебе все наши новые кальяна они теперь идут с металлической шахтой все там из металла сделано металлическая блюса теперь это но не без шлангов мне не очень прикольно смотрится ну да пока самом деле нет красиво довольно так он выглядит хорошо а потом когда-то вот конкретно эта модель она с металлическим штуком достаешь это выглядит премиально и как в подарок или там себе люди очень часто их берут ну кроме шуток у нас топ продаж это на смог альфа хука и вот миша альфа хука и миша это одно и то же только альфа хука это старый бренд и уже зарекомендовал себя а миша это новый бренд который стрельнул новаторский прикольный яркий стильный молодежный и так далее и вот про модуль вот эта штука мы здесь сидели с моим нашим общим другом гургеном и хейтили на нас мог эти вред к этим но как он тебя как друга конечно любит но да какие-то нюансы с ним сошлись вот так вот мы говорим блин было бы классно вот этот же кальян сделать какой-то там мини-шахты чем и сделали вы поставили в красном от заказали так еще бумаг поставили бутылку колы ну пластику с трубочкой как там делали приспособление таким не будет тянется надо лишь сказать а потом через пару месяцев лёша выкатывает промолы вы не знают с другими поговорили нет но теперь это полноценный кальян тянется на план полу это классическая тяга на поле же нравится дым тоже красиво вы и так продаетесь но теперь-то прям хочется продавать и у нас почему эта категория а наверно продажа маржа и покупатели остаются довольны реально возвращаются особенно девушка купила себе подруги и потому что мы там асфальт подавила то есть почему маржа мы делаем все на черной речке в санкт-петербурге и вся логистика это просто мы сейчас взяли сами коробку багажнике привезли и коробка там все на пару недель хватит и мы тут рядом находимся поэтому питер москва у нас прям так хорошо за заполнены так у меня была пара вопросов по пробавки сколько ты зарабатываешь со своего нового направления мне кажется но сейчас тащит гораздо больше потому что очень большой рынок недовольных людей по своему сео да наверняка вот консультируешь ко мне приезжал на консультацию ты ведешь и до кого-то вот и сколько приносит одна . самый лучший месяц самый худший месяц и вообще не планируешь ли ты например что-то там с этим менять потому что возможно магазин это типа останется таким ты там управляющего оставишь а сам будешь заниматься все там свой магазин качать и кому-то там другим делать если отвечать на твой вопрос начнем с магазинов дак я начал заниматься села я понял что рынок услуг это намного прибыльнее чем розница дачи магазины там же магазин среднем один приносит 100 150 прибыли в месяц после налогов после всех расходов чистыми на 100 150 дайте как средняя зарплата в наш компанию но средний да я вот это мог допустим раньше ты их работал это мог прокачаться старшего менеджера продаж и под сидеть получить вот а потом пришел к села такой а можно 100 100 но как делаю я чтобы не было никого скала все я беру скан 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 ну типа эти сказали я эти делаю села по факту и вот я беру оплату постраничную соответственно мне три тарифа есть по 40 80 и 160 тысяч за количество страниц без интересно пишите ладно честно свои услуги никому никогда не продаю просто я сделал попали друзей села им понравилось они стали рассказывать своим друзьям колес бизнес я был ко мне уже приходит на горячих нет как называется это когда они сами хотят потому что делать ну честно за конкретные вещи для беру деньги и даю результат конечно у каждого бизнеса все разные результаты свои у нас например так конкурентная ниша я очень много что сделал результат был какой-то один а вот например сделали ну у минимализма немножко сел за первый же месяц там ребята заработали x2 вообще глушняк был до с нуля всегда хороший рост а когда у тебя уже хорошо вместе к нам зайдешь но станте кста многостранички там и все дела у нас там будет ну так чуть-чуть ну да у вас там подошло все равно есть какие-то вещи где доработки в сел в принципе если вот говорить про то что нашучиваю просела в целом сетях должен быть один процент плюс-минус а что такое сетях типа количество посетителей покупателей на сайте условно типа зашло пять тысяч человек и 500 купили у нас так есть я думаю есть бывает чуть лучше то если чуть хуже то это уже значит сайт какой-то некрасивый конверсия неудобная непонятно что продают что вообще это такое мало рассказали о себе у них заклеен рот и всякое такое поведенческий фактор это называется а ты смотришь на этот веб-визоре как себя человек ведет на сайте я для себя открыл эту тему господи сколько она всего решает мы смотрим реально как люди себя ведут на нашем новом сайте мы там эти шоу-боксы оборудование для магазинов производим кстати вот этот просок говорил эти жижи мы соком сейчас разрабатываем ему шоу-бокс хитрый вообще просто новые есть законы где запрещена открытая выкладка и мы в этого шоу-бокса делаем крышку закрывающиеся и то есть всегда шоу-бокс закрыт но если посетитель покупатель проявляет интерес к конкретно этому продукту ты ему открываешь эту крышку и он видит всю линейку всю линейку можно сразу же попробовать это тоже запретят вроде бы но они перейдут на ну какую-то другую хитрую систему нельзя про это рассказывать вот и если шоу-бокс там все-все-все вот так вот разложено и все это закрывается и этим мы занимаемся и мы там смотрели как ведут себя люди внутри сайта очень интересно сразу же понимаешь как надо сайт поменять что там надо докрутить где передвинуть нужный блок потому что человек скролит вниз и он уже отваливается он такой ой наверно не то а если он получает сразу же то что он ищет на первой там или втором скроле и все он значит уже нажимать надо с черешок там было еще кнопка типа все там оставить заявку там оставить там туда-сюда как называется первая архитектура сайта второе воронка продаж чтобы человек у тебя по воронке прошел по сайту и в конце должны быть то есть внутри сайта есть воронка продаж конечно у тебя карточки товаров каждый есть воронка продаж а это типа зашел открыл карточку посмотрел там на жалобе кнопки нажать для обычных ноги внизу еще что точно короче не на сам это как мы два ларька делаем на хук и клап шоу чтобы он там посмотрел а там такой вот еще один ваш ларьок и там покупает прикольно а потом еще надо чтобы он зашел в корзину и заполнил все данные если в корзине слишком сложно он может сказать ой господи боже мой куплю на озоне или где-нибудь где проще покупать прикольная мысль тоже я вот эту штучку потрогал расскажи вот смотри ты говоришь там ну 150 да то получается магазы сколько здесь аренда ну и сколько тут квадратов я вижу тут прям лакшери вообще канделябры там все вот это вот во-первых небольшая предыстория первый магазин полностью делали ремонт с нуля все снесли пол плитка все под наш это за с нашим брендбуком дорого вышло сюда заезжаем нам собственно говорит чтобы вы не съехали первые полгода год работаете так если воскресить делайте ремонт мы так посидели поработать как будто не так уж это его чтоб не съехали надо наоборот заставить их сделать ремонт я по своей коммерции аренда сколько стоит на среднем аренда до среднем скажу стоит 50 до 70 тысяч рублей это 40 квадратов как здесь 15 до 40 квадратов до нас просто вот есть локация потому ты слышали поближе к метро там всегда дороже здесь метро далеко здесь чуть дешевле но очень больше тут какой-то отель здесь до играет кучевую роль отель здесь не один отель и смотрят 300 номеров шоуянь 20 номеров азимут 300 номеров это пора вот поэтому летом и в принципе какие-то каникулы ну не смысле каникулы нет дети мы не продаем принципиально но в любом случае до отпуска когда праздники к нам у нас утворечка активно растет у нас еще город туристический я думаю из-за этого 1 наплыв поток людей потому что серый питер них никто не хочет смотреть на игре да здесь на потолке небо нарисовано так и к чему это все говорю вот это непонятное невзрачное место как вы обеспечиваете что сюда приходит 20 человек учитывая то что мы не на первой линии мы зашли увидели хозяйственный магазин не начали кальяна нашли еще по коридору сюда шли-шли-шли и то есть люди доходят сюда а если бы ты взял такое же но близко к метро и чтобы прям сразу же с окнами то есть ты платил до 150 тысяч аренды но народу было бы в три раза больше и очень много в нашем бизнесе до розницы ребят очень любит обороты и оборот это главное в бизнесе но этот говорит нет главный бизнес это твоя прибыль типа если ты открываешься с метро где-то 60 70 человек в день но твоя аренда 100 150 к просто съедает большую часть прибыли и цену ты получаешь то же самое что мы с этой локации эти отвечу на этот вопрос когда ты сесть большая тебе нужен этот оборот потому что человек запоминает этот магазин а потом когда ездит за рулем в другом районе абсолютно а он помнит что он там покупал он видит еще раз такой о и заворачивает туда сразу же заезжает то есть скорее всего для больших сетей такая тема ну больше работает вот большая проходимость но на одной точке там чуть меньше зарабатываешь хотя нормально зарабатывают хотя я слышал многие сетевики работают в минус да лично я очень люблю смотреть конкуренты считать их деньги вот и действительно очень много магазинов которые операционно либо вновь либо в минус работают но это для того чтобы сеть работала работала до оборот и скорее всего там есть какой-то ройалти они специально так работают да но они покупают очень много товара получать более низкую цену для своих больших магазинов где хорошая проходимость да даже очень часто третий бонус он 4 процента с бороться выполнил оборот те просто лично это производитель дарит за то что ты выполнил план да вы такую штуку тоже делали но она очень его работает в какой-то момент посчитали что если 400 рублей даешь продавцу магазине собственник в конце концов продавец магазине получает больше чем завод с одного кальяна там периодически меньше вот например маленький какой-нибудь дешевый кальян там нет 400 рублей и такой считаешь думаешь блин пусть они лучше вот как в том случае поменьше продаются но будет хорошая прибыль главное правильно считать экономику цифры все вот это и до этого я работал в одной сети знаете нет светофор дешевые магазины ну я там ни разу не был но я смотрю один канал там чувак ем нам рот целый месяц называется серега всеядный вообще прикольно просто засыпать под него и он такой вот я там муку купил за 50 рублей у яйца 60 дорого их у нас там соседнем дешевле чем в волгограде живет и он частенько заходит светофор там конечно здесь ну да но к сожалению у нас так большая часть населения сейчас можете позволить за покупать супер качественный продукт поэтому не светофор а светофор дает возможность человеку там зарплату 20-30 тысяч обеспечивать семью и еще и семью дали только себя поэтому очень бы до этом работу категориным менеджером я работал с производствами и вот четко по штуку обыценность как мы работаем на бонусах и так далее а это мучат на самых дорогих подкурсах и даже в и бей ну а я закончил колледж туризма гостиничного сервиса вообще вот или просто в отеле здесь находишься сервис у вас здесь на высшем уровне и не допустишь чтобы были какие-то провалы посмотрим камеры продавцы не знают но у нас есть секретный покупатель секретный гость у нас есть скрипты мы проверяем все работы и зачем это делается всегда есть выгорание нужно дополнительно проводить обучение и ребят заново заряжать на то чтобы они продавать всегда были в этом настроении я частенько захожу в какой-то магазин потому что я тоже знаю что такое сервис и просто человек такой а вот это другое есть он такой нет а я смотрю она есть чел просто впадут либо у него мотивации нету вот это денежный до чтобы он там не просто там за кошку получала это бонусы с этого имел либо просто не заряжены просто но он не понимает чем он занимается зачем он это делает может что-то там хочет заниматься чем-то другим с ними достаточно поговорили на собеседование и выходит такое что он он просто сидит и и сам себе не может признаться и работодатель не может признаться что-то не мою и вот это как раз твои твоя система за который ты сидишь она вот этот вопрос решает вот поэтому я похвастаюсь я повысил у одного своего продавца он теперь не работает как продавец он теперь управляющий мне по сути заменяет меня потому что не сел чисто финансово интересней я не хочу чтобы качество нашего сервиса и так далее падала в целом не этот бизнес нравится поэтому нужно контролировать сервис оба цена и создали на него человека обучил и не будем страдать сервис и так далее слушай нам два совета нас смотрят люди которые возможно ищут работу а есть люди которые возможно собираются открыть свой бизнес для первых давай кто-то ищет работу и он думает блин пойти в какой-нибудь маленький магазин он например где два три магазина как у тебя или пойти все-таки в сеть работать в чем разница по зарплатам ты наверняка анализировал вот как быть вообще здесь посмотреть конечно зарплаты там еще есть сети где платить сильно меньше чем мы да мы платим сколько платят в сетях сколько платит у вас ну вот так так без названия по-моему уже было отобили в большинстве сетей платит зарплаты там 20-30 тысяч за 15 смен 20 тысяч за 20 смен за косаревтик что ли 15 смен 15 смен ну 1300 вот есть эти вики которых топовые магазины типа у них там такой же продавец получает под 60-80 совсем но это не знаю обороты такой магазин 2-3 миллиона и там 300-400 даже больше прибыли но ты никогда не узнаешь какая у тебя будет запешка потому что тебе на старте говорят у тебя твердая зарплата 20-30 а все остальное такие 5 процентов и он не знает обороты магазинов ему их никто не расскажет сразу со старта скажут ну смотри магазин только открылся ты короче давай старайся работой и он просто полгода херачит там у него получается эти же 20 тысяч и он не понимает вообще что но в этом случае проще идти маленький магазин где ему очень там руководство не знаю такую то будем 70 платить не вот на таком но есть вариант что магазин закроется придется искать снова работу то есть стабильности здесь меньше но может можно получать больше запашку да и нет сам тут самая очевидная вещь которая есть эти все теле маленький магаз маленьком в магазе ты скажем на короткой ноге с собственником и так далее то что ты больше увлечен бизнес процессы и в целом еще и учат потому что всегда под боком ну да да прикольно как у меня получилось меня один продавец теперь повысил он занимается как раз таки операционкой а он просто с тобой как бы всегда терся там всякое такое ты там помоги это помоги это и потом херакси он уже дорос до управляющего просто находясь рядом с собственником прикольная мысль в сетях конечно тоже если сильно дольше сильно сложнее это называет когда я чарти на карандаш берет или наоборот один раз по камерам все увидели как ты там не знаю как в 15 минут и такие так этот чел короче ну мало работает долго отдыхает бегает курить там и так далее и там ты можешь попасть а тут ты сразу же руководителю заговоришь такой блин сорян все больше не будет а там строже сложная структура и все это уже распространился на тебе уже какой-то клеймо так тут ты можешь быстро исправиться до сказать типа все вот смотри вот я так умею и вот так вот восстановиться лояльность руководства следующий вопрос про вот тот хочет открыть там либо франшизу до взять там кучу вообще сейчас сетевых магазинов хочу скажем петерсмок базука стубе все продают франшизы то есть либо купить франшизу какую-то либо свой магаз открывать вообще с нуля вот тот как в твоем случае ты сейчас не жалеешь не было бы такого что ты например все деньги которые потратила все силы которые потратил эти три магазина ты бы например потратил бы на 78 готовых каких-нибудь петерсмоков например такой сложный вопрос я было бы 8 магазинов сейчас не факт далеко не факт там все все готовенько расписывают весь бизнес как бы твой тебе надо просто там разово вложиться там мир от миллиона до двух сколько сейчас стоит средний час магазин стоит кредо миллиона и выше 2 миллиона заплатил ты бы все бабки в бухалку в эти штуки а там тебе сразу и мотивацию и договора для всех твоих сотрудников сделали это просто там видишь чисто контролируешь вот не жалеешь ли ты еще лучше сложный путь или все таки вот простой по франшизам я выбрал сам забыл я купил очень так себе франшизу скажем честно в первый же месяц зарегался товарный знак и получено сбежать оттуда зарегал их товарный день свой-свой-свой смолк и ты переименовал тот магазин или ты у меня же у меня полностью выкупил короче получается сначала как франшизный а потом там надо что-то заплатить наверное было но или ваш поздно говоришь забыла так ли когда то что я нашел юриста и быстро вышел чистым из воды счета платил бухгалтеру чуть-чуть там мало типа просто но мы пожали по рукам то есть какую-то слабую франшизу лучше короче туда есть данного здесь есть качественная франшиза которую вы верите и скажем так вот как больше франшизу всегда нужно проверить горизонтальную часть то есть как там стройники работали менеджеры и по вертикально проверить на сколько быстро можешь в случае чего дойти до собственника если собственник вообще-то будет отстаньте я бы конечно задумался про такую франшизу стоит может они просто выше и больше есть управляющий который все вообще за хорошо управляющий которые те если что что-то объяснит ваши очень много некачественных франшиз купив которые вы потратите деньги но в данный момент на широко стоп конкурентность но хорош конкретно вопрос как определить хорошую плохую приходишь к продавцу говоришь слушай как у тебя здесь вообще как у вас текучка давно работаешь да он сразу все расскажет потом спрашиваешь например там управляющего типа управляющий я расскажу чё там как ответит они на такой вопрос не ответят ну я когда играл франшизу ходил и разговаривал не там 10 магазинов два магазина вот прям начистою как есть рассказывали все там ну карты все раскладывали остальные конечно молчали типа секрет секрет ну да как-то разово лишнего наговорили такие так все больше никому ничего не рассказываем возможно но в общем первую очередь конечно пробовать ходить общаться с первым персоналом который вот на полях потом заведите так далее можно смотреть разные опыты и самый прикольный опыт это найти франчайзе который уже какую-то франшизу не формально обстановке там пойти угостить его не знаю кафешку ресторан и пообщаться по душам типа как вообще ну и еще раз по честному перечитать цифру любом случае открываешь ты сам бизнес или берешь франшизе это риск особенно у нас это локация 80 процентов успеха вот и какая бы франшиза крутая не было какой-то где-то там какой-то рассказать далеко где-нибудь на отшибе отшибе да вот только где ничего не получится поэтому нужно первую очередь продавцы менеджеры и франчайзи дальше считать экономику я если спрашивать жалею или нет про свой путь нет конечно это бесплатная школа просто получая деньги ты еще и научился всему то сейчас ты готовый предприниматель который может заняться любой другой ниши на первый магазин конечно мы полгода или даже год почти выводили в операционный ноль хотя бы были прям муки когда все шишки были набиты там все начало приносить прибыль открыли этот магазин он со второго месяца операционный стол в плюс работы со второго это очень круто но потому что франшизм тоже так обещают в принципе это выстроенный бизнес прикольно так чем мы сегодня делали посмотрели магазин посмотрели я сейчас на в такие магазины не хожу вообще никакие магазины не хожу потому что ну не хожу было реально интересно посмотреть что сейчас в табачных лавках и вейп-шопах честно отношение к вейп-шопам такое значит на каждом углу вейп-шоп просто какие-то ларьки там вы думаете жижи вот это вот все ну да люди реально курят большой рынок есть то есть 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 рынок покупателей естественно их надо удовлетворять их потребности как это делаешь ты посмотрели посмотрели твой огромный ассортимент в отличие от сетевых магазинов здесь реально широкий выбор прикольно мне понравилось мне понравилось что мои кальяна продаются так давайте сделаем для тех кто нас до конца досмотрел два предложения возможно консультация по открытию магазина реально номер снизу это расскажет как открыть что-нибудь советуют возможно вы с ним какими-то своими опасениями поделитесь это раз а второе было бы круто если бы ты пасе вам это предложение что ты можешь пасе вообще человеку знаешь что что-то можно сделать прям вот бесплатно в качестве консультации по телефону может ему скажешь сразу чувак твоя ниша вообще не красиво делай на страничку гони туда самый яндекс директ и все короче вот это твоя тема или там у тебя вообще твой бизнес он чисто заточен подавито дело там объявление и просто еженедельно и фигачь туда-то по пять тысяч рублей для твоей ниши маленького рынка это хорошо что ты предложишь давай только сделаем это формате типа пускай из двух комментариев хоть интересный вопрос и в природе не смог вот и я конечно с удовольствием сделал одну бесплатную консультацию как открыть магазин одну это одному человеку одному человеку вызванят все получаю спасибо ты сначала человека проконсультирую красивые прокрытие магазин а окей вот опасил все можете звонить я вас спросить я вам бесплатно что сделаю архитектуру сайта вашего посмотрю и сделал минимальный аудит обычно это стоит денег обычно это стоит до 40 тысяч и он вам честно расскажет сколько это будет стоить и стоит ли вообще вписываться туда да мы посмотрим ваш сайт скажем но я скажу вам то что возможно действительно его нет смысла развивать а может надо срочно все переделывать и дам дальше вам конкретный совет и будете сами выбирать делать или нет потому что денег надо считать вот по магазину почему один человек я очень сильно несколько раз обжегся когда мне просто бесплатно просили открыть магазин не один день даже время конечно извините ребят как бы вот одну консультацию как что лучше делать как выбирать локацию чего лучше не делать я с удовольствием прикольно все значит с вами была передача на чашечку мы сходили в гости прекрасный магазин эдсмоук на садовое 84 и почему мы здесь мы просто ездим к друзьям и курим кальянчик или на чашечку может быть кто-нибудь нас угостить чаем спасибо было прикольно было классно мы поехали работать и спасибо смотрели увидимся пока пока